Здравствуйте! С вами Маруась Лукайнаровна, преподаватель детской художественной школы города Кубиспудия. Сегодня у нас с вами урок скульптура для второго курса. Декоративный рельеф палитра из бросового материала. Я расскажу вам коротко про бросовый материал. Это многое из того, что раньше мы называли мусором, выбрасывали. Но теперь такие отходы используются для создания новых красивых продуктов. Ребята, теперь для нашего урока что вам понадобится? Различные кисточки разных форм, но смотрите, чтобы они были старые и нужные для вас, но не новые. Вот у меня разные кисточки. Даже есть вот такие вот широкие кисточки. Карандаши старые, которые вам уже нужны. Цепочки разные. Также можно использовать старые ножницы, которые мы уже тоже не используем. Пуговицы. В каждом доме у нас есть пуговицы. Пуговицы могут быть и такие очень даже большие, да, мелкие, средние. Это уже на вашу фантазию. Что у вас есть дома, все вы это собираете. Даже можно использовать разные брошки. Сейчас я вам покажу вот такие вот разные брошки. У каждой девочки есть вот такие красивые детали. Ну, можно сказать, да. Так, теперь крышку даже можно использовать. Да, если у вас нет вот такой вот крышки, да, можно даже использовать игрушку. Можно даже взять колесо. Игрушки тоже подходят для этого. Так, теперь. Здесь очень много чего у меня есть. Точно так же у вас дома все это, надеюсь, тоже. Слушайте. Это все мы будем использовать для нашей сегодняшней работы. Точно так же мы можем использовать старые ключи. Вот такие вот старые ключи. Разные формы, смотрите. Можно, вот, у меня есть уже такая, как бы, сердечко. Вот разные ключи. Точно так же от него можно использовать и такие вот детали тоже можно использовать. Можно использовать и такие вот гусы и так далее. Так, я вам всем показала, чем мы будем работать. Теперь нам нужен будет горячий клей. Самый оптимальный горячий клей. Так, ножницы и картон. В общем, готовые в лесной шаблон. Теперь, ребята, мы берем готовый шаблон, палитру. Ставим на картон и карандашиком обводим. Отвели. Теперь шаблон убираем. Берем ножницы и вырезаем. И аккуратно начинаем вырезать. Ребята, для рабочего места мы стелим газету, чтобы не замрать наш стол. Мы уже вырезали готовый шаблон, палитру, видите, да? Теперь, ребята, нам нужно заставить единую композицию. Берем наш бросовый материал, ставим рядом и уже будем создавать единую композицию для нашей работы. Продолжение следует... Ребята, теперь мы создали композицию, примерную, да, в виде. Теперь это все мы будем клеить. Теперь, ребята, если у вас есть фольга, думаю, можно использовать фольгу. Смотрите, берете фольгу еще, да, фольгу и пучкой. Берем фольгу. Теперь, в завершение можно сделать украшение. Теперь, ребята, мы начинаем самый такой интересный, удивительный процесс. Все это клеить поэтапно. Нанесли горячий клей и вносим нашу деталь. Будьте осторожны пальчиками. Начинаем аккуратно, не спеша, подмотать. Продолжение следует... 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 пластилина и закрываем пустотой пластилина где-то где-то местами хорошо ребята вот мы поработали и пластилином смотрите закрыли все пустоты которые у нас были до теперь теперь ребята второй этап выберем водоемуся сейчас я вам покажу ее и будем водоемуся все это красить ребят смотрите если у вас дома нет водоемуся то можно заменить водоемуся на гладь или на финиш развести жидко как сметана и уже можно будет покрывать нашу работу теперь ребята берем кисточку и начинаем покрывать аккуратно все это мы делаем все такие вот заколочки такие вот все это нужно будет накрасить аккуратненько ребята все щи ребята все щели вот края на все это аккуратно нам нужно закрасить буду на следующем уроке мы продолжим нашу работу а а а а Продолжение следует...